что сказать вчера обломались обломались круто мы перелетели через борт вперед как нас не задавило передней части 2 я не знаю но очень засыпала нас канистрами с топливом продуктами бочками с двумя две бочки с продуктами набранными наши рюкзаки спальники удочки все полетело на голову мне андрею ну и плюс еще сверху еще один андрей упал вот потом я кстати еще один раз выпал когда уже лагерь сделал ладно это пережили ночь все перекантовались то есть была холодная погода жарко из города уезжали думали что и здесь будет жарко нет теперь план такой значит андрей ушел со славкой до развилки павка останется с запчасти с этим валом и по и будет ловить попутку до мурманская я думаю в лучшем случае доберется сегодня концу дня только в лучшем случае потому что здесь 70 километров таких дорог и там 100 ну там-то машина своя стоит на 100 а вот эти 70 надо еще попутку туда эти движения то нет никакого самое главное никого нет дорога есть никого нет то есть у нас две бочки еды это мало до каждого полка заканчивается водка я скажу еще не начиналась но не водки счастья счастья вот в тундре андрей приехал вот с москвы все если бы здесь можно было прописаться я выгод поменял их прописку но это как мы говорим что жить москве тоже не надо но иногда москву надо заезжать так и он иногда надо в тундру приезжать в общем вот эта деталь которая нам должна нас вести дальше как она называется вы все знаете повторять не буду вот ну будем верить тут принципе на каждом шагу вот есть какие-то детали он металлическая потерянных вещей это рыбачий проехала вот машина вся скрипит вся трещит из тольятти без защиты вот на такой машинке бой чиркает он тут хорошо кстати никого другого нету вот представьте себе говорят мекка рыбачий все паломничество туристов ну вот сами можете оценить какие тут но вот уже удочку я сделал андрей делает свою снасть спиннинг да уже сделал спиннинг все и мы идем на ближайшие лужи вот на эту лужу на следующего там за за поворотом будет какое-то озеро я туда иду нам нельзя оставлять вещи без присмотра но вита сторожит поэтому надеемся что все будет нормально и сейчас где-то андрей должен вернуться он провожал славу относили деталь ну в общем такая битами дома дома сторожить смотри прошкрябал здесь лада лада то прошла ну че он из тольятти да ему можно это сломается следующий возьмет у них там каждому жителю по машине вот такая вот тут мостовая выложена вот о чем говорит этот узел эта веревка порванная а романтики этой дороге да нет она может лежать вот вот тоже вот этот брызговичок вот тоже брызговичок он уже не просто тут вот лежит эти бочки это как ориентиры дороги я так понимаю для зимы для плохой видимости потому что здесь бывают туманы а бочки очень хорошо видно мы две бочки прикатили помятые уже старые нам нужно на распорки но потом вернем поставим там где они стояли где-то там вот озеро я видел забирался на сопку и оттуда она просматривалась где-то вот под сопочкой под этой под каменистой все еду уже по азимуту не могу понять озеро либо здесь вот в этой части в камнях либо за этими камнями там тут камней конечно он чтобы сделать такое укрепление круговое вот сидел тут какой-то разведчик вот еще один смотрите какой да тоже защитное какое-то устройство цель непонятно ну понятие цель понятно общая а конкретная тактическая задача непонятно вообще я ищу озеро о вот оно нашел она правее оказалось видеть какая яркая зелень папоротники до впереди он тоже густой густое густая часть да это . видите даже дёрдом было уложено совсем другая растительность сверху камней здесь здоровая землянка наверно было потому что квадратной такой формы вот вход вот видите вход там тоже какой-то вот предбанник может там спальня может быть здесь какая-то общая командная штабная точка потому что там видно вон тоже сли вход и там видно спальное отделение по по длине здесь входная группа здесь по всей видимости где-то шинели где-то оружие стол стоял наверняка подходишь таким местам и ощущение ощущение уже какое-то другое вот вам реальный патриотизм как же я давно мечтал вернуться на рыбачий и вот к таким озерам поближе походить по ним ну неужели здесь рыбы нет кажется что здесь мелко но я туда в сапогах не могу зайти это вот такая вода прозрачная вот пока кидаю тишина отошла маленькая рыбка стояла у берега круги вот до сих пор еще идут я видел как она пошла ну она не может быть одна обошел уже глубокую часть тут опять мель была вот опять камни видите какие и они уходят в воду очень мелко забросить вообще некуда два часа прошел я вот эти два озера тишина там какая-то дорога идет непонятно откуда по всей видимости они где-то там соединяется ну что ж не и никого не никто не ездит так и продолжается тишина будем тянуть время что-то придумывать пока никаких других мыслей все будет зависеть от того когда славка вернется если он сегодня будет мурманске значит если сегодня он появится там то завтра может быть он начнет с кем-то там делать эту деталь точить ее потом сварить надо наваривать там ночью там работы хватает значит сегодня если 3 4 5 в лучшем случае вечером 5 он появится в лучшем случае может быть утром но если за воскресенье сварить почему все так печально достаточно по по времени после 6 мы хотели возвращаться такая вот рыбалка вот пошла она форелька полетела то есть вот она от еще одного на вот стоит греется то есть она поднимается и заходит в озеро это озеро последнее перед дорогой дальше дорога перекрыла ход получается что это верховое озеро она с ямами размеры вот лужа но из него вытекает ручей в него втекает ручей было поклевка играет небольшая форелька вот тут вот только кино опять сыграл сейчас он прыгает мелко мелочь сейчас мы его отпускать что принципе по 5 штук поймали до нормально лужа вроде да вот она вся лужа а рыбы просто кишит мелочь отпускаешь берешь то жарюху да это хватит уже по 5 штук каждый поймал рыбацкая заебуриха из лосося мелкого но поесть хочется ну хотя бы по первой порции андрей лег на сиесту вот но я собрал спиннинг и пошел опять на это озеро попробовать теперь на спиннинг потому что очень много сходов было на червя мелкая форель клюет сравнил с уловом андрея 5 на 5 у него крупнее в озере рыбы очень много она плещется на каждом забросе червя и андрей голы колебалки постоянно хватало видите есть камни в воде и там она стоит но первое первое попалась на блю фоксик такой вы глазик держись но есть 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 сидит мелочь я сейчас и отпущу конечно и там еще крутой за и пошла ухты одна вторая третье это 12 часов назад товарищи напарники ушли с деталью в сторону моря андрей не вернулся получается они что вдвоем поехали в город почему не знаем связи здесь нет ждем подмогу техническую помощь сколько еще ждать не знаю а сломались чинимся и все нормально сейчас футболом не знаете ну счастливо спасибо спасибо в этот раз я решил пойти в эту сторону вот на той сопке есть два блюдца попробуем половить там воды уже мало нам на сопку забрался на вершинку горы вида офигенная потрясающий опять увидел залив вон на той стороне мустотунтере ну я практически на самой вершине посмотрите он ну не на самый-самый но на хорошей вершине но озеро такое лужи лужи по нашему не отходит от берега не прыгает ничего кидая здесь вон уже цвет цветки появились трава уже кидать то особо и негде туда сейчас пройдем посмотрим есть там лужи или нет о есть еще одна лужа он уже то здорово и о хорошо то как а здесь и глубина может быть и рыбка это росомаха орёт как ребенок вот он берет да ребята вот так вот сейчас я посмотрим за ситуацией я не могу понять где она это росомаха на этом берегу или на том похоже по звуку что на том самое печальное я не вижу она меня уже учуяла хотя ветер оттуда идет она движется кстати ну что обошел опять это верховое озеро половину прошел не поклевки хотя и камни и глубины все замечательно на ту сторону не пошел бы ну там росомаха не хочу связываться потом она придет в лагерь и будет пакостить такое уже было черепушка чья-то вот видите олень скорее всего олень кость рога рогов не вижу рогов нет а о кости это кости кости смотри обглоданные кости кто-то тут похомячил ухты но обглодал вообще железно я за не люди я пришел прогулялся вот за теми сопками был прошел раз два три озера сейчас будем восстанавливаться вот и забыли все приборы кроме одной ложки одной вилки благодаря андрею у него в наборчике было четыре рюмки одна кружка на четырех думали все в домике будет но до домика не доехали ну пока не спится начал делать тур в честь нашего здесь проживания вот этот я поставил с ровной поверхностью все камни начинает собирать по обочинам вот такой вот у меня вышел может быть завтра буду переделывать но на сегодня я обозначил свое присутствие здесь все-таки сутки я провел на этом месте звуки все слышны и вот я слышу едет машина блин но мы так соскучились по нашим напарникам вдруг это они нет не наша не на ша прекрасные ребята один с мурманской один с москвы сказали нет мы наверно дальше не поедем уже второй час ночи опять кто-то едет только вот слушай мощный звук очень хорошая скорость видны что-то идет тяжелое а вот и шерп прошел очень хорошо прошел чуть андрюха не задавил проехал последний шерп но уже два часа ночи все никак не могут не закон дать закончить ужин ужинать пытался поднять андрея пока бесполезно достал сосиски венские сейчас вот сварю поставил варится кипяточек все зашибись ну и наверное после этого лягу спать уже третий час ночи опять кто-то едет вчера такого не было но сегодня суббота поэтому проверяем смотрим дадут мне когда-нибудь поужинать или нет ночью кто-то едет так вот тихо слышно издалека очередной гость к нам едет сейчас накормим напоим да ладно это наши это наши это наши это наши это наши это наши встали на паркинг где-то вы гуляете целый день снимать разбирать машину другую такую же я догадался что вы кого-то вскроете поехали с канакомазе с военными поехали только вышли на дорогу сколько но минут десять а мы сборки спускаемся вчера бтр это шли да вот знакомые не а другие теперь же они сидели в одной базе эти пацаны собирали всю эту кровать и имущество и я иду смотрю они там трутся я говорю они трутся они точно поедут скоро ну короче говоря мы пришли сели там на повороте ребята молодцы конечно бисерем мы они скоро не поняли думали нащить надо машин машину нашу убыли горит все пять морпей но уже пошли навстречу да нет верназда визита брось я их напоил накормил они они уходят окон и это конечно так вы 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Держу 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 DimaTorzok оп О! Всё, встал Заеб, ста Стоп, перелом, подожди, стой Точно встал Стой, 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 тихо, перелом Чуть-чуть Слав, а ну-ка, там ручка, это, стоит как? Нейтралка? Нейтралка Он должен крутится, по идее, на нейтралке? Нет, нет, не крутится, потому что редуктор Не, я сейчас вытащу обратно Вытаскивай Вы ходите вперёд чуть-чуть? Вот так Мне надо, сейчас скажу как Давай Перед назад толкай Да, да Перед Давай, давай Ещё, ещё Оп Стоп Назад толкать нельзя Не катилось Надо не раз ебать и всё Нет Лучше тогда тянуть туда будем Да Слава, нормально, под углом крути, там она крутится хорошо, так что? А здесь зазор будет? Не, не, мы сейчас всё соединим, мы же гайками поджимаем Всё, понял Мы просто хотели сразу накатить, чтобы она до конца встала, чтобы мне проще было крутить Слабина была А у нас сейчас как бы она в напорку, видишь, как бы не даёт И гайкой мы сейчас подтягиваем, подтягиваем, она чуть-чуть присоединится Я, ну не помню. Попробум шёл, по-очувству Проник Шёл Ух Шёл 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 Всё Давай в другую сторону Подрубаем лоб, всё надо Нормально Всё нормально Вот так и поворачивай Куда же зайдём? Почитайте, здоровое место Садитесь и всё Вот, проезжай заново Всё, вот так Всё Собудись, вот куча ссы Не вот чуть, она тырца должна пойти Не, она конусная Путь тырца-то Да Ну вот скажи Какая, что может быть больше радостнее, когда техника восстановлена, блин? И процесс может быть налажен дальше? Мы молодцы Мы молодцы, просто Просто молодцы Мы молодцы, не нам-то будет Прокал Что, всё? Потихонечку Давай Давай Надеюсь, хоть на рыбалку поедем Ха-ха-ха Всё нормально Я Я Пока Пока Я смеюсь Я смеюсь, слава Уже надо брать меня рабочий комбинезон Брать сразу Набор инструмента свой профессиональный уже Брать свой Сварочный аппарат Сварочный аппарат Генератор Обрезные машинки Руковёрт И пошёл Да Ничё не Эээээ Ээээ Эээ А Остан И Таниль Продолжение следует...